Уважаемые председатели, уважаемые коллеги, о взаимосвязи опухолей и венозного тромбоза известно уже более одного века. Однако на сегодняшний день, согласно английской базе данных, отмечается увеличение частоты венозных тромбоэмболических осложнений. Так, за 10 лет практически в 2 раза чаще возникают венозные тромбозы у онкологических пациентов. Это связано со множеством факторов риска. Прежде всего, это увеличение продолжительности жизни онкологического пациента и улучшение диагностики венозного тромбоза. Наиболее наглядно это представлено в метаанализе 2019 года по онхиохирургии, где было показано, что частота бессимптомных венозных тромбозов в 10 раз выше, чем симптомных. Интересными итогами этого метаанализа было и то, что риск венозных тромбоэмболических осложнений снижается лишь только через 3 месяца после оперативного вмешательства онкологического пациента. Впервые было показано, что предоперационная лучевая терапия является независимым фактором развития венозного тромбоза у пациентов на хирургическом этапе. Интересно также то, что в этом исследовании было показано, что наиболее тромбогенными оказались опухоли костей и мягких тканей, а не как мы принято считать, рак поджелудочной железы, яичников, легких и рак желудка. В нашей стране для стратификации риска венозного тромбоза, определения профилактики и лечения ракоассоциированных тромбозов мы пользуемся рекомендацией российских обществах онкологов. Необходимо сказать, что это одни из передовых рекомендаций, поскольку на сегодняшний день они единственные учитывают факт гиперкоагуляции у пациентов, относят это к фактору риска, предлагая даже корректировать дозу антикоагулянта в зависимости от этого показателя. Также необходимо отметить, что это первые рекомендации в мире, которые включили прямые оральные антикоагулянты в спектр препаратов, возможных для лечения ракоассоциированных тромбозов. Широкое распространение прямых оральных антикоагулянтов обусловлено, конечно же, их сопоставимой работой в организме по сравнению с низкомолекулярными гепаринами. Они также имеют быстрый набор максимальной концентрации в плазме и короткий период полувыведения. Однако это таблетированная форма, поэтому, естественно, должно быть интактно место всасывания. Ревароксабан, в частности, всасывается преимущественно в желудке, добегатран в тонкой кишке. Необходимо помнить также о том, что пациенты пожилого возраста у них всегда наблюдается повышение концентрации прямых оральных антикоагулянтов. Также нужно помнить о том, что прямые оральные антикоагулянты исследованы только при определенной массе тела от 50-60 до 100-120 кг. При их назначении, конечно же, нужно оценивать и почечную функцию, помнить о том, что ксабана и гатрана не выводятся по-разному из организма. Широкое распространение прямых оральных антикоагулянтов в клинической практике, а также их благоприятный профиль в рандомизированных клинических исследованиях по лечению венозных тромбозов в общей популяции сподвинул к проведению рандомизированных клинических исследований в онкологии. На сегодняшний момент проведены два исследования по профилактике венозных тромбоэмболических осложнений, это исследования Кассини и Аверт, и 4 по лечению венозных тромбоэмболических осложнений. Однако на сегодняшний день итоги доступны только лишь для двух исследований – это исследования Хакусай Кэнса и Селект Дим. Почему необходимо профилактировать венозные тромбозы на амбулаторном этапе лечения онкологического пациента? В этом году Молдер провел метаанализ, которым показал, что даже при низком риске венозных тромбоэмболических осложнений частота тромбозов достигает 5% в течение 6 месяцев, а при высоком риске она увеличивается практически в 2 раза. Однако нужно отметить то, что из всех пациентов, у которых развился венозный тромбоз, только 23% отосились в группе высокого риска. Поэтому можно говорить о том, что шкалы, конечно, хорошо всем известны, недостаточны. Нужны более жесткие и четкие критерии отбора пациентов для того, чтобы снизить частоту данных осложнений у амбулаторных больных. Итак, рандомизированные клинические исследования по профилактике венозных тромбозов. Это исследование Кассини, в котором сравнивался ревраксабан и Плодзеб. В итоге было получено, что достоверных различий в частоте венозных тромбоэмболических осложнений, также и в частоте кровотечения у этих пациентов не было обнаружено. В исследовании Аверт было отмечено при приеме апексабана снижение частоты венозных тромбоэмболических осложнений, однако это было достигнуто ценой двукратного увеличения геморрагических осложнений. Поэтому на сегодняшний день не установлены преимущества антикоагулянтной профилактики у пациентов на амбулаторном этапе лечения онкологического заболевания. Для того, чтобы эффективно и безопасно назначать прямые оральные антикоагулянты, конечно же, нужно проанализировать критерии включения и исключения в рандомизированные клинические исследования по ракоассоциированным тромбозам. Необходимо отметить, что это практически все пациенты с онкологическим диагнозом, за исключением базалиума и рака кожи. Однако в исследовании Караваджо не включались пациенты с поражением головного мозга и острым лейкозом. Необходимо отметить то, что в селе ГДИ не было включено ни одного больного, у которого было бы поражение как первичное, так и метастатическое головного мозга. Это пациенты с объективно подтвержденным диагнозом тромбоза глубоких вен или тромбоэмболии легочной артерии при отсутствии значимых гематологических нарушений, а также патологии печени и почек. Критерии исключения были достаточно широкие. Прежде всего, это все вмешательства, связанные с венозным тромбозом, прием дезагрегантов, тромбоцитопения. Для исследований хакусоэкенса лечение ингибиторами пегликопротеинов ВИЧ-инфекции были критерием исключения. Не разрешалось системное введение противогрибковых препаратов в период рандомизации, однако в последующем их можно было использовать с соответствующим снижением дозы. Выследования Караваджо критерии исключения были еще более широкие. Так исключались пациенты, в которых была выполнена операция на головном спинном мозге или офтальмологическое вмешательство. Также они еще дополнительно включили анемию и прием ингибиторов и индукторов цихотохрома P450 и P-гликопротеина. Аналогично было и в исследовании Селегди. Необходимо отметить, что в исследовании Селегди было включено крайне малое число пациентов, страдающих раком желудка. Это было связано с тем, что у этих пациентов развились практически у всех массивные геморрагические осложнения, при котором даже был остановлен набор пациентов в это исследование, в это пациенты с раком пищевода и раком желудка. Также необходимо отметить, что на ревораксабане была крайне высокая частота гематурии, которая была 10 раз выше, чем на полной лечебной дозе дельтапарина. В итоге при назначении ревораксабана пациентов было достоверно увеличение частоты геморрагических осложнений, как больших, так и клинически значимых. В отношении рецидивов венозных тромбозов было показано, что на ревораксабане частота венозных тромбоэмболических осложнений, то есть рецидивов, была ниже. Рецидив, конечно же, чаще возникал при наиболее тромбогенных опухолях. Это рак желудка, рак поджелудочной железы, рак легкого, лимфома, рак мочевого пузыря и онкогинекология. При этом более часто разница была в тромбозах нижних конечностей и бессимптомных тромбоэмболиях. Особенностью исследования Хакусайкенса было то, что исследователи выделили отдельно факторы риска кровотечения, и при наличии этих факторов они снижали дозу прямого орального антикоагулянта Дексабана. Это наличие хирургического вмешательства в течение предыдущих 2 недель, использование дезагрегантной терапии, наличие первичной или метастатической опухоли головного мозга, наличие местно распространенного или метастатического рака, рак желудочно-кишечного тракта, уротелиальный рак и лечение бивоцизумаба. Также снижали дозу при уровне тромбоцитов ниже 100, клиренса креатинина ниже 50, низкой массе тела и ингибиторами П-гликопротеина противогрибковой системной терапии. В исследовании Хакусайкенса было включено пациенты с гастроэнтестинальным раком и с опухолями метастатическим поражением головного мозга. В итоге достоверных различий в рецидивах венозных тромбозов между Дексабаном и Дельтапарином получено не было. Однако также, как и в исследовании селегдии, была показана более высокая частота геморрагических осложнений у пациентов, страдающих раком пищевода и раком желудка. При этом чаще возникало большие кровотечения из верхних отделов желудочно-кишечного тракта. Также была отмечена и высокая частота гематурии. При этом, в общем, геморрагические осложнения при приеме Дексабана случались достоверно чаще, чем при использовании Дельтапарина. В этом году был опубликован метаанализ по терапии венозных тромбоэмболических осложнений в онкологии, в котором было показано, что достоверных различий в рецидивах венозных тромбоэмболических осложнений между монотерапией гепаринами и прямыми оральными антикоагулянтами не было отмечено. Однако желудочно-кишечные кровотечения практически в три раза чаще развиваются у пациентов, которые принимают прямые оральные антикоагулянты. Ангелий в своем анализе показал, что практически независимо от того, какой антикоагулянт принимает онкологический пациент, у него всегда высший риск развития геморрагических осложнений по сравнению с пациентом, у которого нет онкологии. И выделил основные факторы риска, о которых уже говорилось, это и наличие отдаленных метастазов, опухоли желудочно-кишечного тракта, снижение клиренса креатинина ниже 60 и тромбоцитопения ниже 100. Интересные данные опубликовали также и немецкие нейрохирурги. Они проследили частоту за три года внутричерепных кровоизлияний, поступивших к ним пациентам на фоне приема прямых оральных антикоагулянтов. Это были пациенты старшей возрастной группы, то есть 75 лет был средний возраст, сострадающие артериальной гипертензией, получающие антитромбоцитарную терапию. При этом предшествующая травма не влияла на развитие внутричерепного кровоизлияния. Также были интересны показаны данные в исследовании Хакуса-Витии, это исследование общей популяции пациентов, получающих антикоагулянты по лечению венозного тромбоза, где практически не было включено пациентов с онкологическим диагнозом. В исследовании сравнивалось эдексабан и варфарин. Была отмечена более высокая частота маточных кровотечений при приеме прямых оральных антикоагулянтов, причем это были пациентки детородного возраста, в основном принимающие эстрогены и неспецифические противовоспалительные средства. В нашем институте было проведено небольшое исследование. Учитывая, что ревраксабан всасывается с большей части в желудке, мы посмотрели анти-10А активность у пациентов после гастроктомии и субтотальных резекций желудка. И оказалось, что у четверти пациентов анти-10А активность была ниже терапевтического уровня. То есть при больших резекционных вмешательствах на органы желудочно-кишечного тракта необходимо или контролировать, или избегать введения таблетированного препарата, в частности ревраксабана. Конечно же, при назначении прямых оральных антикоагулянтов мы должны помнить и о множественных лекарственных взаимодействиях с противоопухолевыми препаратами, поскольку ряд из них снижает концентрацию орального антикоагулянта, но больший спектр препаратов увеличивает их концентрацию с развитием геморрагических осложнений. Таким образом, конечно, прямые оральные антикоагулянты имеют преимущество за счет их таблетированной формы. Они реализуют свой эффект без уровня антитромбина, то есть нам не нужно его компенсировать, что зачастую бывает у тяжелых онкологических пациентов. Они не вызывают гепариндуцированную тробоцитопению. Однако их невозможно использовать при развитии метических реакций рвота, диареи, тошноты. Их применение ограничено при больших резекционных вмешательствах на органах желудочно-кишечного тракта. У них множественно лекарственных взаимодействий. Также выше из геморрагических осложнений, особенно при опухолях желудочно-кишечного тракта и мочевыводящей системы. На сегодняшний день нет данных по опухолям центральной нервной системы при низкой массе тела и ожирении, а также у пациентов пожилого возраста. Поэтому только при учете всех вышеуказанных факторов мы можем безопасно и эффективно использовать прямые оральные антикоагулянты в онкологии. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Очень интересный доклад, просто человек, который в теме. Это очень важно. Слушать такой докладчик. А если есть в зале вопросы, да, пожалуйста. Спасибо за доклад. Можно два вопроса. А первый, была ли стратификация пациентов какая-то, которые получали химиотерапию через периферические сосуды и центральная катетеризация, да, порт-системы? И какой процент примерно в вашем учреждении пациентов при химиотерапии идет на порт-системах? Я думаю, наверное, это вопрос к нашему эндоваскулярному хирургу, поскольку я этих пациентов вижу только исключительно с тромбоза. Я сосудистый хирург, но занимаюсь или консервативным лечением, или хирургическим лечением, в частности, в венозных тромбозах. Поэтому я, к сожалению, пациентов вижу только, когда уже у них тромбоз случился. Сколько они ставят пиклайдов или портов. Но, к сожалению, как бы частота пациентов с тромбозами любых центральных и в том числе бедренных доступов у нас достаточно много. И, к сожалению, даже тромбоэмболии случаются при постановке еремного катетера, и его удаление даже на короткий срок, казалось бы, там 2-3 дня для проведения химиотерапии. Но, поймите, мои данные, я вижу только пациентов уже с патологией. Еще вопросы, пожалуйста, спасибо за ответ. Вот у меня тоже вопрос. Все-таки ваше отношение к варфарину и к новым пероральным антикоагулянтам. Все-таки что лучше для пациентов? Потому что есть мнение, что варфарин вообще не следует использовать у онкологических больных. Как вы к этому относитесь? Знаете, мое отношение к варфарину крайне негативное, поскольку мы видим крайне высокую частоту геморрагических осложнений с развитием и внутримышечных гематом, и желудочно-кишечных кровотечений. Но, к сожалению, мы не можем избежать абсолютного, скажем так, использования варфарина, поскольку при наличии механического клапана сердца возможно прописана терапия только варфарином. Здесь нужно очень тщательно просто контролировать МНО, и при его повышении выше 3-4 необходимо или редуцировать дозу, или останавливать варфарина терапии. Буквально, может быть, неделю-две назад у меня пациентка была с ракомечником, которая получала химиотерапию. У нее развились геморрагические осложнения с МНО-11. Поэтому это очень, скажем так, сложно в отношении особенно внутричерепных кровоизлияний. Также мы видим пациентов и с кровоизлиянием в глазное яблоко, поэтому нужно очень аккуратно подходить. То есть должен более четкий контроль МНО, если мы не можем убрать варфарин, вот как у пациентов с механическими клапанами сердца. Согласно с вами, еще в группу риска попадают пациенты, помимо тех, у кого новообразование желудочно-кишечного тракта, также с онкологическими заболеваниями, мочевыводящих путей. Но вы об этом упоминали тоже. К сожалению, еще нужно помнить, конечно же, и о послучевых циститах, которые могут развиться даже через несколько месяцев после окончания лучевой терапии. И они тоже дадут, к сожалению, геморрагические осложнения на фоне приема антикоагулянта. Да, и гинекологические тоже пациентки, тоже находятся в группе риска, поэтому тоже не всегда мы им можем назначить эти препараты. Тут, да, еще один комментарий. Только ленивый не пинает сейчас варфарин. Но есть такая странная ситуация, когда у больного креатинный клиренс, креатина ниже 20, у нас ничего кроме варфарина не остается, потому что у нас нету с другими препаратами, они запрещены, нет лабораторного контроля, а с варфарином все-таки контроль есть. На короткий срок можно гепарин, а потом уже нефракционированный гепарин в остром периоде, а потом все равно приходится переводить их на варфарин и подбирать дозу зависимости от МНО. Эти возможности с новыми антикоагулянтами решены, хотя исследования показывают, что если сравнить длительно группу, принимающую или инъекционную форму, или таблизированную форму прямых оральных антикоагулянтов, податливость таблетками гораздо выше. Поэтому или у нас есть относительно безопасный низкомолекулярный гепарин, но с вероятностью, что это назначение 6 месяцев не будет выполняться, или есть у нас относительно более опасный в смысле кровотечения пероральный антикоагулянт, который более вероятно, что назначение все-таки будет выполняться на назначенный срок. Поэтому в этом и состоит наша профессия, в каждом, не догматически подходить, но в каждом случае подбирать индивидуальное лечение, которое подходит данному больному. А это действительно очень интересный вопрос, то, что вы исследовали активность 10-го фактора у больниц с грастрактомией. Действительно, мне даже в голову не приходило, что реально мы, наверное, даем препарат и даем его без толку, да. Наверное, в этом случае, может быть, другие прямые антикоагулянты более подходят. В частности, к сожалению, по Апексабану в инструкции данные очень размыты, то есть написано просто, что в сосудочной кишечном тракте. И каких-либо, скажем так, исследований мы поэтому не нашли. Для добегатрана есть несколько, по-моему, около трех клинических случаев, когда снижалась концентрация, развивались тромбозы при синдроме короткой кишки. И он в основном всасывается в тонкой кишке. А в Ревраксабане это прописано даже в инструкции, что если сходится по зонду, то на 56% снижается концентрация препарата. Поэтому мы решили, ну, добегатрана у него нет, к сожалению, анти-2 у нас, да, активности посмотреть. У нас в стране есть только возможность посмотреть анти-10 активности. И вот мы поэтому сделали это исследование небольшое у этих пациентов. Тем не менее клинически значимая, по крайней мере, аудитория, думаю, хорошо это запомнит. Это важно. Потому что в клинике бывают такие комбинации, такие сценарии, которые никому в голову не придет. У нас, с чего началась вообще моя кардио-онкология, у нас был больной с метастатическим поражением перикарта, с гемокарт-тампонадой, ели успели, то есть пунктировали и так далее, с раком почки удаленным после лечения. Потрясающий результат, сказали онкологи, с гемоглобином 50. И от тампонады спасли, человек вздохнул, и началась мерцательная аритмия. Геморрагическая тампонада была. Вот я понял, что я ничего, до того, чему учился, ничего не могу предпринять в данной ситуации. Непонятно, как себя вести. Поэтому, безусловно, небольшое исследование, но очень важно, мне кажется. Я вас поздравляю. Это очень хорошо. Продолжение следует...